Антон Павлович Чехов. Смерть чиновника. Рассказ. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы. Жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось. Глаза подкатились. Дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль. Нагнулся и... Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился. Утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брежалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. «Извините, вашество. Я вас обрызгал. Я нечаянно». «Ничего, ничего». «Ради бога, извините. Я ведь... я не желал». «Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, вашество. Простите, я ведь не то чтобы...» «Ах, полноте. Я уж забыл, а вы все о том же», — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидство в глазах», — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает». Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брежалов в чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть!» «Я извинялся. Да он как-то странно ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать». На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брежалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели припомните варства», — начал докладывать экзекутор, — «я чихнулся и...» «Нетяйно обрызгал из...» «Какие пустяки! Бог знает что!» «Вам что угодно», — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит». «Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал. «Вашство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства могу сказать раскаяния. Ненарочно, сами извольте знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милстисдарь!» — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки!» — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может, понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану. Ей-богу, не стану!» Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество!» — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что Чихая брызнулся, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Что-с?» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» — повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер. Продолжение следует...